Игромания представляет Безостановочный стрекот винтовок, штурм броневика с турелью, выкашивание фрицев пачками, подорванные танки и рушащиеся стены. Мощно, эпично и очень эффектно. Бал правят режиссерская постановка и скрипты, но это только в плюс рельсовому сюжетному тиру. А рандомом насладимся в сетевых режимах. Представители Sledgehammer Games много рассказывают про искусственный интеллект однополчан, но на деле даже дверь никто вышибить без нас не в состоянии. Вы это будете делать собственной поломанной ногой, пока другие солдаты из отряда стоят, прилипнув к стенам по сторонам. Здоровье больше не восстанавливается автоматически, и время от времени у товарищей приходится просить сверток, отмеченный красным крестом. Впрочем, такой возврат к аптечкам нам скорее нравится. Отсиживаться в кустах, пока не спадет красная пелена с глаз, уже надоело. В игре есть несколько способностей отряда — попросить аптечек, патронов или гранат. Также есть способность помечать врагов, что помогает вам видеть их на поле боя. К тому же в отряде есть конкретные бойцы-персонажи, вы начинаете изучать их. Асмен, ваш лучший друг, всегда даст вам аптечку, и постепенно вы начинаете полагаться на него. Мы очень хотим передать связь с этими ребятами, то, насколько они нужны вам, чтобы выжить, как это было бы в обычном бою. А еще братья по оружию выступают в качестве первосортного пушечного мяса. Соратники радостно гибнут под пулями фрицев целыми пачками. Одному голову взрывом оторвет другому руку, а третьего и вовсе напополам. Кишки наизнанку не характерны для серии, но в этот раз они есть. Их много, и зрелищности происходящего это только на пользу. Ощущение опасности и сделать игру настолько реалистичной, насколько возможно. Еще из хорошего. Оружие соответствует заданной эпохе только внешне, а по качеству не уступает современному. Отдача ощущается не сильно, зато эффективность превосходная. Стрелять приятно. В конце концов, из года в год мы покупаем Call of Duty, чтобы веселиться, а не страдать. А для испытания на прочность хватает и других игр. Что касается мультиплеера, то на Е3 побегать давали в трех режимах. Война, превосходство и командный бой. Два последних режима хорошо знакомы всем поклонникам серии, и откровений ждать не приходится. В превосходстве мы захватываем контрольные точки и пытаемся их удержать. А в командном бою набираем очки за убийство игроков другой команды. При этом сеттинг почти не повлиял на привычный игровой процесс, разве что декорации сменились на Вторую мировую. Карты вышли компактными, отчего бои предельно динамичные и интенсивные. Стоит возродиться и через мгновение снова набиваешь фрагов. Ну или снова мертв. Тут уже вопрос навыка. Наконец, режим война. Главное сетевое новшество Call of Duty World War II. Режим представляет собой череду мелких подзадач в рамках одной игровой сессии. Так, например, одной команде нужно захватить ров, перекинуть через него деревянный настил и сопроводить танк через городскую улицу. У противоборствующей команды цель обратная – помешать строительству переправы и не дать танку проехать. Одно из главных новшеств в игре – появление дивизий. Вы можете вступить в воздушно-десантную или, например, горную дивизию. Выбор повлияет на базовые тренировки, умения, оружейный арсенал. В дивизиях есть умения, связанные с дивизионным оружием. Именно это принесет элемент новизны. Хороший пример – легкий пулемет, на который можно повесить пулеметные сошки. Есть глушители у воздушно-десантной дивизии. Их можно надевать и снимать во время игры. После очередных смотрин Call of Duty World War 2 мы еще больше убедились в том, что разработчики идут правильной дорогой. Возврат к корням с применением всех современных технологий и наработок серии выглядит оптимистично. Сюжетный одиночный режим радует постановкой. А мультиплеер все такой же затягивающий, да еще и не отделен от одиночного, будто это совершенно другая игра. Благодаря сеттингу все словно слито воедино. Следить за новой Call of Duty все любопытнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok